Беседа на тему сомнения. Вот слышали мы сейчас евангельское чтение, Евангелие от Луки, последнее, где говорится о явлении Христа ученикам и Его Вознесении. Христос уже не первый раз явился ученикам, а они все еще сомневались и думали, а это, может быть, Дух явился, а не Сам их Учитель. Часто сомнения закрадываются в наше сердце. И вот что такое сомнение? Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. В Послании Якова, первая глава. Сомнение является неотъемлемой частью человеческой жизни. Оно способно развитию человека и его взрослению. Есть сомнение, которое рождается от неуверенности и может свести к отчаянию. Есть сомнение, которое ведет к анализу действия и возвращению на истинный путь. Сомнение, о котором идет речь в этой главе, связано с недоверием Богу. Сомнение в молитве характеризуется Иисусом Христом как отсутствие веры. Это Евангелие от Матфея, 21 Марка, 11, а также как боязливость. Матфея, 14 глава. Сомнение при молитве делает исполнение просимого невозможным. То есть молимся, а сами думаем, да нет, ничего этого не будет. Да не может этого быть. Как рассказывается, она молилась, что там мешала ей какая-то куча, там загораживала воздух. Молилась, помолилась, выглянула в окно. А я так и знала, что ничего его не будет. Видение воскресшего Христа телесными очами одних побуждает к вере, других к сомнению. Одиннадцать учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Матфея, 28 глава. Апостол Иаков и Павел неоднократно в своих посланиях призывают не сомневаться. Все давайте без ропота и сомнения. Все делайте без ропота и сомнения. Послание филиппийцам, 2 глава. И так желая, чтобы во всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чисто руки, без гнева и сомнения. Тимофея, 2 глава. Апостол Павел неслучайно говорит не только об отсутствии сомнения, но и гнева. Гнев и уверенность – признаки фанатизма, имеющие в основе эгоизм, а не знаки истинной веры. В послании к римлянам апостол Павел описывает ситуацию, когда христианин ест мясо или пьет вино и сомневается, правильно ли он делает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, есть грех. В послании к римлянам, 14 глава. Веру надо иметь в себе перед Богом. Если человек доверяет Богу, то он не сомневается в том, что делает, ибо делает из веры, а не из желания угодить кому-то или от страха. Поскольку не пища и питье имеют значение для Царства Божия, а праведность и мир и радость в Духе Святом. Послание к римлянам, 14 глава. То мерилом правильности действий человека является доверие Богу и мир с братьями. Иными словами, если я не имею любви, то я ничто, говорит апостол Павел в первом послании к римлянам, 13 глава. Человеческие слабости, несовершенства, недостаток мудрости, например, преодолеваются верением себя в Богу, доверие Ему без сомнения. Сомнение, недоверие Богу может проявляться в боязни, страхе. Это мы видим на примере учеников Христовых при буре на море, Марка 4 глава. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страха великий, мы говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуется Ему. Евангелие Марка 4 глава. На различных примерах Господь Иисус Христос сравнивает Бога с любящим Отцом, который заботится о своих детях более, чем люди о своих сыновьях и дочерях. Если Бог даже о птицах заботится, то человеку неразумно думать, что он оставлен Богом, что Бог равнодушен к человеку. Если человек сомневается в любви Божией к себе, то в этом проявляется недоверие Богу. Потому что Бог сказал, что любит человека так, что даже отдал Сына Своего Единорода, чтобы спасти человека. Евангелие Иоанна 3 глава. А также на притчевых примерах сравнение Бога с любящим Отцом показывается, что даже когда человек отступает от Бога, Бог остается верен и по-прежнему любит. Сомнение может настигнуть человека, который вместо того, чтобы любить Бога, ведет себя так, как будто зарабатывает Царство Божие своим поведением и служением. Рано или поздно человек может осознать свое бессилие, самому себя исправить. А это может привести к сомнению в себе, отчаянию и неверию. Бывает и так, что человек через соблюдение заповедей уверяется в своей праведности и успехах по исполнению заповедей и тем самым взращивает в себе эгоизм. То есть я не такой, как прочие. Я пощуся, молюсь, в храм вхожу исправно, не нарушаю большие заповеди. Ну, и это, говорит, есть что? Эгоизм. Таким образом, сомнение может быть как положительной самокритикой путем к исправлению, так и разрушительным отчаянием, рождающимся от неуверенности и приводящим к неверию. В то же время отсутствие сомнения может быть признаком ложной самоуверенности, а может быть признаком доверия в верении себя Богу. Недоверие Богу в моменты, когда человек переживает скорби и не чувствует присутствие Божие, можно сравнить с сомнением в существовании солнца. Потому что оно скрылось за облаками, и его не видно. Радоваться солнцу можно даже при наличии облаков, так и для веры, скорби. Не является поводом для сомнения в Боге. А у нас часто бывает, что-то кольнуло где-то, о-о-о, все, я оставлен, Бог меня не любит, наверное. В правом боку кольнуло, на другом, в левом. Ой, совсем плохо. Все. Сомнение может быть связано не с недоверием Бога, а с изменением собственных представлений о Боге. Например, Бог казался верующему преимущественно грозным судьей. Но со временем это представление начало меняться, и на первый план вышло представление о Боге, как любящем Отце. В Евангелии мы видим фарисеев, уверенных в своих представлениях о Боге. Отсутствие сомнений привело их к отвержению Сына Божия и к Его убийству. Он не соответствовал их ожиданиям. Они думали, что придет революционер, такой вождь, командир, и поднимет народ, и выйдут они из повиновения римлянам. А он пришел такой, что нет ни оружия у него, не призывал, чтобы воевать, ничего. Сомнение в собственных представлениях является естественным и даже полезным. Никакой человек не может предавать на истинное представление о Боге, потому что как бы ни открывался Бог людям, он остается тайным. По причине невозможности постигнуть понять Его, никакие слова не могут адекватно и полно выразить Бога. Он всегда больше всего, что мы можем о Нем сказать. Священное Писание – это откровение о Боге в меру человека, но не в меру Бога. То есть оно – откровение в том смысле, что в Нем сказано то, что человек может постичь о Боге, но не то, что есть Бог. Писание – это выражение того, что можно человеческим языком выразить о Боге, причем даже записанное откровение. Каждый воспринимается в свою меру. Вера, доверие Иисусу Христу, как откровению Бога, исключает сомнения в Нем, но не исключает сомнения в наших представлениях о Боге, а также в сомнениях, на правильном ли пути мы находимся. Аминь. 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 Аминь.